Беременные женщины входят в число пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Если в прошлом году в Самарской области ковидом заразилось 344 женщины в положении, то с начала этого года уже свыше тысячи. Наибольшая доля заболевших приходится на будущих мам в третьем триместре. Течение болезни у беременных проходит тяжелее, и препаратов, воздействующих на лечение, на вирус, гораздо меньше в связи с противоказанием с беременностью. Поэтому на первое место у беременных, безусловно, это профилактика. Но это вакцинация. Врачи советуют женщинам сделать прививку заранее, еще на стадии планирования беременности. Но если не получилось, то вакцинироваться можно после 22 недели. Хотя разъяснительную работу с будущими мамами медики ведут с первых недель. Очень много ходит ненужных слухов, ненужных разговоров. И когда мы беседуем с будущими мамочками, профессионалям объясняем, что бояться им нечего. Что кроме блага, которое дает вакцина здоровью мамы и будущего ребенка, как бы ничего другого здесь не будет. Около 15% женщин, которые стоят сейчас на учете в 6-й поликлинике, вакцинировались от ковида заранее. И почти столько же сделали прививку уже во время беременности. В их числе Светлана Устинова. Ее старшему ребенку, сыну Миши, 4,5 года. О его здоровье и здоровье будущей дочки Маши думает в первую очередь. Я мама. Я не могу подвергать себя и тем более здоровью малыша опасности. Между выбором болезнью и неболезнью, какой выбор вы сделаете? Конечно, вы скажете, я не хочу болеть. Вот и я сегодня сказала, я не хочу болеть. Выбор в пользу здоровья уже сделали 1115 будущих мам. Это 17% от всех беременных женщин в Самарской области. Напомним, что у всех, кто прошел вакцинацию до 6 декабря, есть возможность принять участие в викторине «Вакцинация – это жизнь». Второй розыгрыш ценных призов состоится уже 8 декабря. Светлана Кудрявцева, События.